Курс доллара, выборы в Госдуму, цена на нефть, планы на будущее. Вот такие вопросы о жизни России в первую очередь интересуют Запад. На них отвечал Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg. Разговор получился долгий, затронули даже и личные темы. Так Владимир Путин приоткрыл завесу тайны и рассказал, чем же занимаются его дочери. Президент признался, он хотел, чтобы девушки пошли в политику, но никогда не пытался решать за них. Политиками дочери не стали, однако посвятили себя очень нужной и благородной деятельности. И президенты это радуют. В целом, насколько я себе представляю, они уже выбрали, они наукой занимаются, еще кое-какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям. Они чувствуют себя востребованными, они получают удовольствие от своей работы. И меня это очень радует. Они очень ответственно и по-честному относятся к тому делу, которое для себя выбрали. Президенту сложнее даже, чем Ивану Грозному. Путин сказал, что в наше время управлять страной сложнее, чем и Николаю Второму, и даже Иосифу Сталину. Ну а говоря о будущем лидере России, Путин предположил, что, скорее всего, это будет представитель более молодого поколения. Я исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком. Молодым человеком? Ну, но зрелым. Будет ли сам Владимир Путин участвовать в президентских выборах? Пока неизвестно. Журналист агентства, конечно, не смог удержаться. И этот вопрос президенту также задал в ответ. Получилось предложение не торопиться. Пока рассуждать об этом рано. Сначала нужно посмотреть на результаты выборов в Госдуму. Сейчас мы стоим перед парламентскими выборами. Нужно пройти эти выборы, посмотреть на результат. И даже после этого, еще впереди у нас будет почти два года. Поэтому говорить об этом абсолютно преждевременно. В современном, быстро меняющемся мире, говорить об этом просто вредно. Нужно работать, нужно добиваться того, чтобы были реализованы планы и задачи, которые мы перед собой ставили. Нужно добиваться повышения жизненного уровня людей, развития экономики, социальной сферы. Политическая система в России становится сложнее. В перспективе она должна прийти к балансу. Все больше политических партий участвует в выборах. И это, безусловно, хороший знак. Правда, перед выборами рейтинг партии «Единая Россия» немного снизился, отметил президент. В основном из-за критики со стороны оппозиционных партий. Большое количество партий, которые сейчас принимают участие в избирательном процессе, они все выходят на экраны телевизоров, в средства массовой информации, в газеты. А с чем они выходят? Они все критикуют власть. Они, правда, не говорят, как сделать лучше, или говорят такие вещи, которые для даже человека с поверхностными взглядами кажутся малореалистичными или вообще неисполнимыми, но зато они очень красиво смотрятся на экране телевизора, они ругаются, они клеймят позором представителей правящей партии. Продолжение следует...